Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Том 4. Вопрос 1391. Разбор ответов Архимандрита Амросия Юрасова. Вопрос 68. Как обрести веру и избавиться от маловерия? Отвечает Амросий Юрасов. Вера у всех есть. Одни верят, что Бог есть. Другие верят, что Его нет. Комментирует Игнатий Тихонович Лапкин. Ответ не по вопросу и не по Писанию. Таких ответов Священное Писание вообще не знает. Все это оригинальничание, умничание перед лицом Божиим. Люди, дающие такие ответы, очень любят говорить о благодати Божией, которая в них, конечно, в преизбытке. И еще говорят о гордости и о гордыне, разумеется, что они во всех, но не в них. Но когда человек хочет спастись, мы должны показать сразу же ему путь, на котором он найдет просимое. Это Священное Писание. Для человека, который не имеет веры в Бога, нужно открыть 13-й Псалом, как ключ, открывающий путь ко Христу, и разбирать с ним стих за стихом. А если человек называет себя маловерным, то только в индивидуальной беседе постарайтесь найти границу его веры. Пусть самый малый, во что он верит и во что не верит. Задача стоит самая ясная всего лишь из двух вопросов. Верит ли он в Бога, что есть Создатель, сотворивший этот мир, создавший и его, вашего собеседника? Пока этот вопрос не будет решен утвердительно, все остальные разговоры бесполезны. Никакие заумные доводы, рассказы, побывальщины не помогут. Можете открыть следующее местописание, Евреям 11.1 Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Если человек поверит, что есть Бог, то переходите к другому вопросу. Доказательство того, что Библия есть Слово Божие. Больше ничего не нужно. Дальше все вопросы, хотя бы их были тысячи, все до единого, разрешаются только на основании Библии. А для растолкования правильного разумения смысла стихов Библии есть 300 томов патрологии Миня. Вот и заучи все это. Патриарх Геннадий никого не рукополагал в диаконы, пока кандидат не выучит псалтир наизусть. Мы не смертники в мусульманской тюрьме, которым дается шанс выйти из тюрьмы, если выучат наизусть Коран. Но мы все поражены грехом, и поэтому Библию должны знать все. И в первую очередь вы, товарищ Архимандрит. 1 Коринфянам 9.16 Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Иисуса Новина 1.8 Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. 1 Тимофею 4.16 Вникая в себя и в учения, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Псалом 1.2 Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Иоанну Златоусту задавали много вопросов, и он сказал. Научитесь не задавать вопросы, то есть, чтобы люди сами научились разрешать по Слову Божию, а не потому, что скажет Аракул. И добавил. Чего нет в Библии, о том не рассуждаем. Отец Святый, попытайтесь взять эту реку ненужных вопросов в определенные берега, и не выказывайте себя всезнающим. Ибо вы Писание Священное почти не знаете. Это я говорю вам, общаясь с вами не один день и не один год. Что вы учили, давным-давно забыли. А голову забили маленькими подходящими и неподходящими рассказиками. Вы же знаете, что если кто будет пересказывать другим ваши ответы, он обязательно должен сказать, так сказал Батюшка Амвросий, так сказал наш Духовный Отец. На словах вы всюду убеждаете своих слушателей почти на каждой странице, что смиренный, негордый человек, на ком пребывает благодать Божия, ничего не может приписывать себе, но все относит к Богу. Но конечный результат ваших ответов обратный. Какие бы сновидения вы не приводили в защиту своих заблуждений, но ссылка всегда будет на вас, как на автора этих повестей. Огонек от свечи восковой, запах ладана с келлией дружен. Никого у меня, никого, и по правде никто мне не нужен. Хорошо отродясь не иметь, ни супруги сачады, ни друга, лучше нет на иконы смотреть в освещенный лампадами угол. Отражает лампады киот, чуть светлеет резное распятие, что мне мир, если сердце живет тем, кто знает меня до зачатия. За окном ничего не видать, только ветер над крышею бредит. Благодать у меня благодать, потому что никто не приедет. Иеромонах. Роман. 12 января 1999 год. Продолжение следует. Продолжение следует...